Добрый день, дорогие друзья! Приветствую в своем канале! И сегодня я хочу вам показать, как я сажаю капусту. Ну, от радикулита никто не уходил, и теперь я сажаю в паросадные ящики. Попробовала этот способ, помогает. Получается. Помогает от радикулита и получается. Значит, что я сегодня буду сажать? Я сегодня буду сажать три сорта капусты. Ранне спелую, средне спелую и поздне спелую. Ранне спелую у меня июньская капуста. Срок ее от 90 до 117 дней от сходов. Капуста белокочанная слава. Это средне спелый сорт. У нее 100-132 дня. И капуста белокочанная сахарная голова. Мне еще нравится каменная голова, но я что-то не смогла ее купить. В том году был чудесный сорт. Ну вот, сахарная голова тоже хороша. Это поздне спелый сорт. Вот буду сажать. Буду сажать вот в такие ящики. С дырками. Для того, чтобы земля не вываливалась, я взяла вот этот нетканный материал. Кто как его называет, я его называю акрилом. Мне так звучит хорошо. Сделала его большой. Потому что вот этим большим конечком я потом буду накрывать. И мне не надо будет дополнительный какой-то материал. Вот так вот. У меня теплица. Я буду сажать в теплице. Вот эти ящики держать. Ну, так как капуста не любит огромные температуры. Вот у меня сейчас здесь 25 градусов теплицы. А ей нужно 18-20 градусов. И поэтому эти ящики будут выноситься днем, когда будет жарко. Ну, в какой-нибудь тенечек. И поэтому я считаю, что это удобно. Так, сейчас я буду насыпать сюда вот землю. И начну сеять капусту. Но перед тем, как я начну сеять капусту, я сделаю бороздки и пролью их слабым раствором марганца. Ну, чтобы почву обеззаражить. А почва какая у меня будет, значит, это будет моя земля огородная. А вверх я буду засыпать грунтом. Универсальный, на основе биогумуса. Потому что он очень легкий. И всходы будут нормально всходить. Если тяжелый грунт будет, то у нас получится так, что не все взойдет. А нам нужно, чтобы все взошло. Ну, вот для моей семьи этого даже, если все взойдет, этого будет лишнее. И все, насыпаю землю. Вот я набрала земли. Где-то здесь земли в ящике сантиметров 10. Так, если я буду сеять рассаду с пикировкой, то, значит, у меня расстояние должно быть 2-3 сантиметра между семенами. А если без пикировки, то, значит, у меня должно быть расстояние между растениями до 6 сантиметров. Ну, я вот сейчас начну сеять рассаду юнскую. Капуста белокочанная юнская. Это сорт ранний. Так. Я делаю бороздки. Бороздки должны быть 0,5-1 сантиметр. Или миллиметр. 9 миллиметров. 10. Я, значит, уплотнила землю. Я проливаю раствором марганца. Марганец, я показывала вам, как он растворился. У меня растворяло в горячей воде. Я его растворился быстро. Вот очень слабый раствор марганца. Это для обеззараживания, так скажем. И вот я проливаю очень хорошо бороздки. Земля должна быть очень хорошо влажной. Ну, где-то у меня не получилось ровно пролить. Ну, не страшно. Так. Я еще раз сделаю бороздки, чтобы знать мне, что у меня здесь посажена капуста. Так. Теперь я вскрываю этот пакетик. Неудачно вскрыла. Надо оставлять название. Чтоб мы знали, что мы выращиваем. Первый год я не знала, что я выращиваю. Я все перепутывала совершенно. И у меня получалось, что получалось. Сейчас я пытаюсь все-таки сохранить пакетик. И знать, что я посадила. Ну, и уже где-то у меня идет, так скажем, запоминание. Что я посадила. Так. Вот. Все два грамма, что указано на пакетике. Буду сеять, значит, с расстоянием в три сантиметра. Не буду лениться. Я тихонечко раскладываю по одной штучке. Вот раннюю капусту, честно сказать, я не сажала. Я сажала только среднюю спелую и позднюю спелую. И сажала не так много. Но моей семье хватало. А в этом году, ну, хочется посадить все. Не потому что... А потому что уже какой-то зуд садоводческий у нас появляется. Вот я и сажаю. Вот сейчас я дойду рядочек этот сделаю. Это, в общем, все кропотливо, медленно получается. Ну, нам спешить некуда. Так. Я вот положу сюда. Потом я досею. А сейчас, чтобы вас не очень сильно утомлять. Вот этот грунт, верхний слой, он рыхлый. И если вдруг я пересыплю его сверху, и у меня его будет больше, чем положено, там положено его присыпать. Вот глубина заделки. Один сантиметр. Ну, допустим, я пересыпала грунт 0,5. Если вот обычный грунт, он тяжелый. Там не все взойдет. А здесь, если семена хорошие, они взойдут. И в земле мало что пропадет. Поэтому... Ну, вот теперь я делаю так. Ну, а у кого такая же беда, как у меня, заболела спина, это очень хороший способ сеять в ящике. И мы время не пропустили. Но еще такой момент хочу сказать. Вот я сделала. И сейчас я это уплотню. Кладу сюда. И еще раз уплотняю. И еще раз проливаю. Еще раз проливаю. Также по этим бороздкам. Земля должна быть хорошо увлажнена. И еще такой момент. Еще такой момент. Что закрывать на ночь я все-таки даже в теплице буду. Потому что в теплице ночью холодно. И я, чтобы мне не таскать ничего, я сделала вот этот акрил немножечко побольше. У меня вот здесь прищепка. И я пристегнула. И утром, когда уже будет тепло, и когда в теплице начнет подниматься температура выше 20, я буду выносить их на улицу. Там, где температура будет 18-20 градусов. И на этом, в общем-то, моя посадка заканчивается. Все остальные капусты, которые я стану садить, точно по такому принципу. Это все несложно. Дерзайте, действуйте. И пусть у вас будут очень хорошие урожаи. И до скорых встреч. Я надеюсь, что в этом году мы будем видеться чаще. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»